Ну а мы традиционно сразу же переносимся к информации о статистике, о потерях врага с момента начала полномасштабного вторжения. 439-й день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли 194 430 оккупантов. И это приблизительная оценка. К ним присоединилась их техника, РСЗО, 554 единицы, артиллерийские системы, 3010 единиц. Также в списке 294 уничтоженных вражеских вертолета, 308 сбитых самолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, а также крылатые ракеты в количестве 947 единиц. Продолжают этот список. Средства ПВО 306 единиц, специальной техники 380 единиц и автомобильной техники 5952 единицы. Жест доброй воли за это время совершили 7248 боевых бронированных машин врага, а также 3723 танка. Ну и традиционно завершает этот список кораблей и катера в количестве 18 единиц, среди которых и так называемая гордость российского Черноморского флота, крейсер «Москва». Борьба продолжается. Слава Украине! Героям слава! Ну и непосредственно переносимся на поле боя, где и как развивались события, информация от Генерального штаба Министерства обороны Украины, сообщаемую вам эту информацию. На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречья, Леоновка и Костробобров Черниговской области. Совершил минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Заречья, Орлевка, Блишня, Железный мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области, Середина Будо, Ворожба, Искрисковщина, Сумской области, а также Уды, Волчанск, Политеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерная и Строевка Харьковской области. На Купинском направлении противник наступательных действий не проводил, нанес авиационный удар в районе Гряниковки. Артиллерийским и минометным обстрелом противника подверглись Фигловка, Новомлынск, Лиман 1, Берестово, Харьковской области, Новоселовская, Стелемаховка, Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирна Донецкой области. Артиллерийским обстрелом подверглись Макеевка и Невская Луганской области, Белогоровка и Спирная Донецкой. В Бахмутском направлении враг ведет наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Враг обстреливает город с зажигательными фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового, Иванковского, Временного Яра, Часевьяр и Ступочек. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка, Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Железнянская, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановская, Часовьяр, Ступочки, Александра Шультина и Леонидовка Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Успеха там не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нитайлово и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Идут бои за Марьинку. В то же время вражеским обстрелом подверглись Георгиевка, Красногоровка, Маринка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил, но обстрелял Новомихайловку, Елизаветовку, Углидар, Причистовку, Золотую Ниву, Новоукраинку, Шахтерск и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Между тем совершил обстрелы более 45 населенных пунктов. В частности это Железнодорожная, Гуляйпольская, Белогорье, Малая Токмачка, Каменская Запорожской области, Золотая Балка, Веселая, Антоновка, Зеленовка, Кизамыс, Херсонской области, ну и непосредственно сам город Херсон. Ну и хочется добавить о том, что сегодня ночью в очередной раз враг обстрелял часть территории Украины ракетами и беспилотниками. Все 35 беспилотников, запущенные на территорию Украины, были сбиты средствами противовоздушной обороны Украины.